1 октября вода на своем сайте опубликовала новый запрещенный список и программу мониторинга на 2023 год естественно и спиской программа вступит в действие с 1 января 2023 года и мы с вами должны сегодня познакомиться с этими документами как я уже сказал недавно заседал исполком вада который утвердил запрещенный список на 23 год и программу мониторинга давайте с вами разберем какие же изменения произошли в списке начнем с субстанции и методов которые запрещены как в соревновательный так в вне соревновательный период первом с 1 анаболические агенты есть некоторые изменения которые вы видите на экране и огромное название до теперь указан в качестве примера в организме он превращается в 11 кета тестостерон и оба являются уже запрещенными андрогенами как метаболиты андростендионы и тестостерона соответственно также опять вещество 17 альфа метил эпитестиостанол обычно называемым эпистаном является видите аналогом теодрола производства японии превращается в организме в запрещенный анаболический тестостерон следовательно согласно определению должен находиться в классе с 1 следующее вещество рак топомин агонист бета-а адрена рецепторов должен кстати постоянно находиться как и клин бутерол в соответственно соответствии почему-то все-таки сюда сюда его размещают но в некоторых странах вы видите используется для стимулятора роста животных и понятно что добавляется непосредственно во второй подкласс другие анаболические агенты вы помните он называется и правильно естественно располагается здесь спортсмены дошли до того что стали уже использовать стимуляторы для роста животных ветеринарию да уже соответственно в спорте и вы видите препараты с 23 юка 11 были перечислены в качестве примеров сармс ну на этом соответственно изменение запрещенного списка заканчивается в этом в этом классе субстанций во втором и третьем классе субстанции запрещенного списка вада изменений как мы видим нет и есть изменения в с четвертом гормоны и метаболические модуляторы да значит соответственно получается третий подкласс был обновлен чтобы включить антитела предшественников миостатина и например был добавлен и 5 грома б нумерация была переформатирована для ясности но классификация не изменился дальше диуретики и маскирующие агенты с 5 вступительная формулировка раздела была изменена для согласования с другими разделами списка тора 7 добавлен кости примера мочегонного средства и уже упоминается в техническом документе в воды техническом письме вода было разъяснено что разрешение на ты и не требуется для местного офтальмологического введения ингибитора карбоангидразы например дорзоламида бринзоламина и для местного введения филипрессина при стоматологические анестезии в сочетании с пороговым веществом далее начинаются запрещенные методы и в м1 это манипуляции с кровью и компонентами крови в качестве примера был добавлен воксель ло тор воксел ло тор поскольку он изменяет способность гемоглобина высвобождать кислород в организме тем самым повышая насыщение артериальной крови кислородом в качестве побочного эффекта он повышает уровень эритропоэтина в сыворотке крови что как было показано приводит к повышению концентрации гемоглобина у здоровых людей на этом субстанции которые запрещены и методы во все время и начинаются субстанции которые запрещены только в соревновательный период и начинают со старого древнего до класса с 6 стимуляторы и здесь вы видите дыма различные аналоги дыма были добавлены в качестве альтернативных общих названий для дыма были включены вот вы видите перечисления а как синонимы различных метил гексана 2 амина ну и так далее солари амфетол был включен в 6b из-за его активности в качестве ингибитора обратного захвата дофамины и норандреналина что приводит повышение уровня этих нейротрансмиттеров мозги и последующим стимулирующим поведенческим эффектом у доклинических видов и у людей т-3 золин был добавлен как производные и мидазолина в соответствии с исключениями кроме того уточняется что ушное введение производных и мидазолина не запрещено а вот в классе с 7 есть большое изменение травма долл уже несколько лет находится в программе мониторинга вада данные мониторинга указывают на значительное использование в таких видах спорта как велоспорт регби и футбол злоупотребление тормодолом с его дозозависимыми рисками физической зависимости опиатной зависимости и передозировок среди населения в целом вызывает озабоченности привело к тому что во многих странах он стал контролируемым наркотиком исследования финансируемые вада подтвердили потенциальную способность тормодола повышать физическую работоспособность спорте соответственно как было предложено в проекте запрещенного списка на 2023 год распространенном для консультации среди заинтересованных сторон в мае 20 22 года исполнительный комитет вада на своем заседании 23 сентября 22 года одобрил запрет тормодола в соревновательный период однако чтобы тщательно и широко информировать об изменениях в правилах и представить достаточно времени для информирования просвещения исполнительный комитет вада принял решение ввести запрет на тормодол внимание ввести в действие новое правило только с 1 января двадцать четвертого года задержка внедрения на один год позволит спортсменам и медицинскому персоналу лучше подготовиться к изменениями лабораториям обновить свои процедуры а спортивным властям разработать образовательные инструменты в классе с 9 есть небольшое уточнение уточнено что ушное введение глюк картикоидов не запрещено ну и в классе p1 по просьбе всемирной федерации мини-гольфа было решено включить мини-гольф список видов спорта где бета-блокаторы запрещены навыки необходимые для игры в мини-гольф аналогичны навыкам других видов спорта где бета-блокаторы запрещены по просьбе всемирной федерации подводного спорта бета-блокаторы будут запрещены как во внесоревновательном так и в соревновательном периоде во всех дисциплинах фридайвинга подводной охоты и стрельбы по мишеням интересно что по одному вопросу вада даже составила приложение и этот вопрос касается каннабиноидов с 8 ну сначала дает справочная информация дело в том что многие федерации и даже анти допинговые организации попросили пересмотреть статус каннабиса во время соревнований и соответственно попросили об одном что нужно исключить каннабис там во время соревнований и так далее в настоящее время я напоминаю основной психоактивный компонент конопли это вот это тетра гидро каннабинол будем сокращать тгк а есть еще каннабидиол который я напомню разрешен соответственно вы видите на экране тут какие дозировки можно да какие нельзя и вода стала проверять информацию почему же все таки две анти допинговые организации одна спортивная федерация национальная анти допинга организации попросили предложили исключить им именно тетрагидра из запрещенного списка когда происходит соревнований вода напоминает что всемирный анти допинговый кодекс двадцать первого года включил новую статью 423 о веществах вызывающих злоупотребление для цели применения санкции в соответствии со статьей десятого кодекса вещества вызывающие злоупотребление специально указаны в запрещенном списке потому что ими часто злоупотребляют в обществе вне контекста спорта запрещенном списке потому что в связи с этим соответственно комитет определил что тгк как вещество вызывающее злоупотребление для запрещенного списка на 21 год а это означает что есть спортсмен может доказать что употребление тгк имела место во вне соревновательный период и не было связано со спортивными результатами стандартный срок дисквалификация составляет три месяца который может быть сокращен до одного месяца если спортсмен удовлетворительно завершит утвержденную программу лечения от злоупотребления психоактивными веществами хотя еще слишком рано оценить полное влияние этого нового правила на санкции из-за тгк предварительные данные на 21 год указывают на увеличение одного или трехмесячных санкций предполагая что это положение применяется таким образом пишет вада в рамках всемирной антидопинговой программы подход к каннабису в запрещенном списке развивался в хронологическом порядке следующим образом так 2013 год пороговый уровень содержания мочи увеличился 2018 год каннабидиол был и исключен из запрещенного списка и спортсмены могли его использовать а вот в двадцать первом году включение в кодекс положения о жестоком обращении с веществами значительно сократил срок дисквалификации с потенциальных двух или даже четырех лет ранее до трех или даже одного месяца сегодня для спортсменов которые могут доказать что употребление тгк происходило вне соревнований и не было связано со спортивными результатами соответствии со статьей 9 кодекса спортсмен все равно потеряет свою медаль приз и результат после тщательной оценки и обсуждения вада все-таки пришла к выводу что а имеется убедительные медицинские доказательства того что употребление тгк представляет собой риск для здоровья спортсмена в основном неврологический который оказывает значительное влияние на здоровье молодых людей когорта которых преобладает среди спортсмен б существующие объективные данные не подтверждают что тгк повышает работоспособность выносливость силовые показатели и так далее в то время как потенциал повышения работоспособности за счет нейропсихологических эффектов то есть может быть за счет эффекта плацебо все еще не исключен c принимая во внимание ценность охватываемый духом спорта изложенный комитетом по этике вада и отмечая в частности что уважение к себе и другим участникам включает в себя безопасность коллег участников используя тгк во время соревнований нарушая дух спорта на основании этих трех критериев определенным кодексом имеющихся научных данных тгк соответствует критериям для включения в список и поэтому тгк остается в запрещенном списке вада на этом изменение запрещенного списка 2023 заканчивается и давайте еще рассмотрим программу мониторинга на 2023 год и так первое анаболические агенты во все время экдестерон где-то по моему с 20 года он вошел в список мониторинга и мы сейчас готовим систематический обзор по экдестерон ну скоро он выйдет далее пептидные гормоны 2 класс во все время аналоги соответственно гонадотропина релизинг гормона только у женщин до 18 лет мониторит дальше третий класс бета-агонисты во все время сальметрол и вилантерол ниже минимального уровня отчетности уже давно в программе мониторинга и наконец посмотрите старый знаменитый гипоксин во все время это вот новое то есть наш гипоксин который все используют до входит в список мониторинга дав программу мониторинга то есть не пугайтесь это не означает что гипоксин запрещенно 5 стимуляторы значит только во время соревнований но и перечислять перечисляется они уже лежат по 10 по 8 лет кофеин никотин все вот эти вещества синефрин в общем тут изменения нет и наконец шестой наркотики только в соревновательный период гадеин дерморфин и его аналгии ну и термодол продолжают мониторить мы помним что термодол соответственно уйдет из этого списка только в двадцать четвертом году вот мы познакомились с этими документами увидели небольшие изменения и ну как бы большие изменения которые произошли в связи с все-таки термодолом да то есть термодол у нас теперь с двадцать четвертого через год соответственно будет находиться в запрещенном списке вода и каннабис и каннаби диодиол все-таки не находятся в запрещенном списке а тетрагидра соответственно продолжать находиться в запрещенном списке поэтому но все равно как пишут и русада и вода не нужно ни не какие еда значит экстракты каннабиса использовать потому что всегда даже если там написано каннабидиол все равно остатки тетрагидры могут находиться в этом экстракте и соответственно пробы спортсмена может быть положительно все на этом заканчиваю